Ещё год назад здесь, на улице Монтажной, были огромные ямы, машины еле проезжали. Но всё изменилось. Жители решили объединиться, стать территориальным общественным самоуправлением и привести дорогу в порядок. Нам удалось, благодаря тому, что мы создали инициативную группу, нарисовали проект. Мы отремонтировали межквартальную дорогу, которая была в ужаснейшем состоянии, по которой машины ехали, ну просто убивались. И мы добились того, что нам выделились деньги. Выделил деньги край, выделил деньги город. И мы отремонтировали дорогу капитально. Дорогу, которая проходит между этими тремя домами. Активные жители приняли участие в конкурсе ТОСов и получили деньги на свой проект. От начала до реализации – три месяца. Все остались довольны. Но захотелось продолжить улучшать место, где живут. В этом году планируют сделать площадку. В планах у нас вот на этой территории построить спортивную площадку для молодежи и взрослых людей. Может быть и пенсионеры выйдут здесь, потренируются. Потому что площадь никак не задействована. Дети как-то сюда уже перестали ходить. Как таковой детской площадки нет. Поэтому мы хотели бы, чтобы спортивная площадка здесь все-таки была. В этом году в границах 27-го избирательного округа мы образовали шесть территориально-общественных самоуправлений. Сделали шесть проектов благоустройства территории. Мы хотим, чтобы у нас все получилось. И на тихое у нас заработали полноценно эти места притяжения людей. Чтобы молодежь, пожилые люди занимались спортом. В прошлом году 34 проекта ТОСов во Владивостоке получили финансирование на реализацию своей идеи. В этом году заявок подали уже 70. Мария Пермина, Александр Матвеев, Панорама.